Прошли мероприятия столетия геноцида армян. Оно было действительно грандиозным, масштабным. В эти дни в Ереване побывали многие известные люди из-за рубежа, политики, общественные деятели, духовенство, артисты, журналисты. Все это вы могли видеть в эфире телевизионных каналов. И репортеры, и антитопора работали в это время в Ереване, ежедневно выкладывали свои материалы. Я не буду повторяться, и в сегодняшней нашей с вами встрече хотелось бы поговорить о врагах армянского народа. Нет, не о тех врагах, о которых вы думаете. Мы поговорим о внутренних врагах армянах, о которых тоже не мешало бы сказать. Ибо ничем, кроме армянской фамилии, эти враги не отличаются от врагов из Анкары или Баку. И это нужно признать. Вообще, столетие показало, кто друг, кто не друг, а кто так себе. Погулять просто вышел. Последние уже исчисла армян. И на земном шаре свыше 12 миллионов армян. И армянское общество составило триаду. Это активисты-деятели, пессимисты-говоруны и пофигисты-отшельники. Как правило, активисты-деятели составляли и до сих пор составляют скелет всей армянской нации. Это благодаря им в Карабахе по сей день звучит армянская речь. Это благодаря им Армения стала свободной страной. Это благодаря им 22 страны мира и около 80 органов территориального самоуправления мира официально на сегодняшний день признали геноцид армян. По-моему, пока мы сейчас обсуждаем эту тему, уже 23 страна, Австрия, официально признала геноцид армян. Кроме того, в сотнях городах мира были представлены баннеры. Это Буэнос-Айрес, Монтовидео, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Марсель, Париж, Акиев, Одесса, Сухум, Житомир, Пятигорск, Днепропетровск. В память о жертвах геноцида армян Париж так и вовсе погасил свет на Эйфелевой башне. Активисты работают. И, как положено, активистам делают дела. Ознакамливают жителей своих городов и стран с историческим печальным прошлым своего народа. В это же время, пока другой слой армян, пессимистов-говорунов, восхищаются первыми армянами-активистами, впускают в свои щупальца армяне-вредители, не состоящие в триаде, ибо армянами их с большой натяжкой можно назвать. В одном из самых армяно-населенных городов России, городе Сочи, за несколько дней до столетия были сняты баннеры, посвященные столетию геноцида армян. Активисты «Народная память» на собственные следства изготовили баннеры и разместили их по улицам этого южного курортного города. Но они простояли недолго, спустя несколько дней эти баннеры были сняты. Я среагировал на происшедшее в тот же день. Связался с рекламной компанией «Слон» и релиз «Медиа», которые устанавливали эти баннеры. Хотя я понимал, что к рекламной компании претензий быть не может. На то она и компания рекламная, чтобы доводить коммерческую информацию до потребителя. Тем не менее, хотелось услышать подробности сначала от них. Испуганный голос женщины-юриста в самом начале разговора дал понять, что на них оказывают давление из администрации города. Вплоть до того, что грозят проблемами в случае, если не снимут баннеры. Тогда я позвонил в мэрию сочинскую, начальнику отдела по общественным образованием. Я не буду пересказывать весь разговор с этим человеком. Тем более, что дал слово, что не стану обнародовать мой с ним диалог. Зато намекнул, лоббирование по снятию баннеров с темой столетия геноцида армян последовало не от кого-нибудь, а, внимание, от самих же армян. Представители известной в России организации сочинского филиала. На том конце провода он мне намекнул. Попробую процитировать. Я вам этого не говорил, но вы меня правильно поняли. Армянским общественным организациям нужно разобраться между собой. А наше дело маленькое. Вот так вот. Маленькое оно или большое, это другой вопрос. Дела маленькими не бывают в таких вопросах и у сочинской мэрии в том числе. Меня удивляет другое. Насколько ничтожным человеком нужно быть, чтобы ради своих амбиций, конкуренции, если хотите, подставить другую армянскую общественную организацию только потому, что они не ладят с другой общественной организацией. Ради таких амбиций не постеснялись даже поставить на кон геноцид собственного народа 1915 года. Вкупе с сотрудниками сочинской администрации Баранской Элины Борисовны и Мессом Александром Израилевичем Баннеры, посвященные столетию геноцида армян, в Сочи были демонтированы. Баранской и Мессу совести не занимать, так как представители их народа пострадали от Холокоста. Но у евреев, как и у армян, одна проблема. Свои хуже чужих. К счастью, после обнародования инцидента Баннеры вернулись на место. Хотелось бы также заметить, что в сети из-за этого случая появились русофобские заявления некоторых провокаторов, которых хлебом не корми, дай только повод. Почему-то никто из русофобов не задался вопросом, а как же остальные города России? Неужели Клин сошелся в одном Сочи? А известно ли кому-нибудь, что из 1115 городов России почти 200 городов представили баннеры, а свыше 600 СМИ рассказали о геноциде армян? Это куда больше, нежели в других странах мира. И где был Путин 24 апреля 2015 года? А где был лжец Обама в этот же день? То-то и оно. Мне лично его соболезнования до пятой точки. До его пресловутого Мэтья Герн, который он употребляет ежегодно и только благодаря влиятельному армянскому лобби. Слово кандидатов в президенты нужно сдерживать. А мы хорошо помним, что обещал Обама в случае вхождения в Белый дом. Примечательно, что имея в России САР, хоть и слабый САР, Путин не боится называть вещи своими именами. В США же нет конкретной армянской организации диаспоральной, но есть довольно сильные армяно-американские конгрессы. Но в то же время Обама предпочитает молчать. Кстати, о САР. Есть мнение, что именно САР причастен к снятию баннеров в Сочи. Хочу опровергнуть это мнение, но не полностью исключать из внимания причастности САР. А причастность в том, что САР необходимо думать прежде, чем награждать медалью кого-нибудь попадя. Я имею в виду мэра Сочи Пахомова. Иначе ваша медаль не будет стоить и ломаного гроша. В России много людей, которых стоило бы удостоить медалью САР. Но не этого человека. И еще об армяно-вредителях. Меня уже ничего не удивляет. И против меня идет травля. Я это не раз говорил. И знаю пофамильно тех, кто устраивает против меня эту травлю. Пишут доносы и почему-то ФСБ России, СНБ Армении, посольство и консульство Армении в России, влиятельным людям в России. Представьте себе. И это делают армяне против меня. Пока что ничего не добились. И никогда не добьются. Хотя бы потому, что я живу много лет. И нигде, ни в одной стране мира, кто со мной близко знаком, а знакомые много людей, не уличали меня ни во лжи, ни в предательстве. Поэтому доносить на меня все равно, что, я не знаю, кидаться горохом об стенку. Даже в своем почтенном возрасте я табула раза. А дураков я путал и буду путать. Признав это, физиономии, которые сейчас перед вами пытаются вспомнить детство, пишут сочинения, монтируют видеоклипы против меня и проекта «Антитопор», дабы хоть как-то повлиять на массовое сознание. Но уродам сложно это сделать, так как мужчины, занимающиеся детскими играми и сплетнями, омерзительны. А пока эти мерзкие существа сочиняют и монтируют небылицы о порядочных людях, коим я и себя отношу, мне приходится вместо этих существ и вместо САР обзванивать администрацию Сочи и выяснять инцидент с демонтажом баннеров. Ведь не всем же в игрушки играть, сплетни распускать и нижнее белье стирать. Кто-то же должен этим заниматься. Кстати, о нижнем белье. Я о прошедших событиях в Ереване продолжу мысль. Меня обескуражили ереванцы, массово сбежавшие встречать семью Ким Кардащан с орами и невероятной любовью к Диве в тот день, когда арестовали Фидаинов, Жирая Рассифеляна и Павлика Манугяна. Ничего против Ким Кардащан я не имею. Хотя бы потому, что не привык влазить в частную жизнь, не касающую меня и более того, не понимаю тех, кто из ура-патриотизма, пользуясь случаем, только и делают, что просиживают штаны у мониторов и бьют подушечками пальцев по клавиатуре сутками, понося, на чем свет стоит, интимную жизнь с Ким Кардащан. Таким хочу напомнить, что ее личная жизнь не только никого не касается, но и сама Ким куда патриотичнее всех вместе взятых сплетников. Особенно мужского пола. Хотя бы потому, что своим визитом вместе с небезызвестным мужем Канни Уэстом, они привлекли внимание мира на Армению на столетия геноцида армян. Более того, в отличие от многих других, она не отказывается от своих корней вкупе с Шер, Сержем Танкианом и другими лоббирует вопрос в Белом доме. Другое дело, что ее приезд совпал с арестом Федаинов. И рядовые граждане, вместо того, чтобы поднять проблему ареста Федаинов, тысячами бросились встречать Ким Кардащан, а то и пасли ее эскору. Эта тема уже об армянах-патегистах, позабывших совесть и память. Я недавно вернулся из Еревана. Где же эти самые оры и крики в защиту Федаинов? Или орым удостойно только Кардащан? Где те самые паразиты-доносчики на Арутюнова? Может вам написать писюльки в защиту бойцов за свободу Карабаха? Опыта-то у вас имеется. В эти скорбные для всего народа армянского дни, я и команда «Антитопор» были со своим народом в Ереване, в Цицернакаберде. А где были вы? Лишь сидели и критикой занимались в мой адрес и в адрес тех, кто не боится говорить вслух. Я именно к вам обращаюсь, господа Шушинский, Виталий Есаян из Пятигорска и вся ваша озабоченная шушерская команда. Повторюсь, у армян нет врагов. У армян есть соседи-преступники, которые не понесли наказание за содеянное. Есть соседи, которые покушаются на Армению. Но это не враги. Это дезертиры-мечтатели, которым армяне уж точно не по зубам. А враг у армянина другой. Сам армянин. Субтитры создавал DimaTorzok